Так, мы сегодня с вами говорим о нашей судьбе и взаимоотношениях с родителями. И здесь всё то же самое, всё та же песня. Главная проблема заключается в том, что мы сильно концентрируемся на боли в этих отношениях. Ну видите, в песне как будто бы боли не было никакой, да? Вот, допустим, можно сказать, вот хорошо так петь, когда всё нормально в отношениях, а когда поговори со мной, мама, когда мама выносит мозги постоянно каждый день, то поговори со мной, мама, что-то не хочется петь. Но здесь имеется в виду настроение, отношение к Богу, понимаете, к Богу, который створяет старших. Мать является первым учителем ребёнка, первой благословляющей силой. То есть через мать идёт первое благословение, которое Бог даёт человеку вообще в жизни. Самое первое благословение — человек, как ангел-хранитель мать. Если человек, допустим, не принимает мать вот как божественную силу, ну из-за того, что она делает ошибки какие-то в жизни, ведёт себя плохо, там что-то не так делает в жизни, может быть, разрушает даже твою жизнь сейчас. Такое может быть, потому что через мать также действует время. У неё есть свои причины совершать глупости, свои материнские причины совершать глупости. Но надо понять такую вещь, что вот Бог дал мать. И если человек, ну как бы, не хочет понять, что это значит глубоко, тогда в этом случае дальше ему придётся кое-что другое понять. Например, ко мне иногда подходят люди и говорят, «Али Геннадь, что-то любить никого не могу». Ну нет любви в отношениях, нет любви. Любовь инициирует мать. Если человек не умеет уважать божественное в матери, какие-то, ну обычно это вызывает какие-то длительные боли, или, допустим, в семье были много раздоров, это всё детство было омрачено скандалами, и человек, допустим, через эти скандалы потерял эту нить, вот эту божественную связь. И вне детства нить оборвалась. То есть она оборвалась. Ты не чувствуешь этой чистоты. Поговори со мной, мама, из тёмной полночи до самой, и снова детство подари. То есть дай мне это благословение вновь, которое через тебя шло. Эта чистоту восприятия этого мира, ощущение чистоты в людях. Это всё Бог ребёнку даёт естественно. То есть ребёнок видит божественно в людях само собой. А нам надо этому серьёзно учиться. Если мы не умножим божественное в людях видеть, тогда мы не можем быть счастливыми, потому что если мы не видим чистоту в людях, то мы не можем от них счастье получать. Эта чистота в людях и есть энергия счастья, которую ты от людей можешь получить. А это только божественная сила в людях. И через мать можно эту силу очень хорошо понять, если ты вспоминаешь, как она в детстве заботилась о тебе и так далее. Во время молитвы нужно это всё вспоминать, потому что иначе ты не поймёшь тогда, что такое любовь. Потому что любовь человек может почувствовать только если он получает её через милость от матери. То есть уважая мать за её любовь, человек таким образом может создать в своей семье счастливую жизнь. Но если как бы вот эта оскомина осталась как главное, что были скандалы, конфликты, у тебя рубец сердца от того, что было в семье, и ты как бы мать божественную уже не чувствуешь её природу, а больше хочешь подальше от неё держаться, или наоборот она тебе диктует, как тебе жить, мучает тебя сейчас, и не даёт чистое, светлое вот это вспомнить, то тогда, если ты поддаёшься на это, на всё, и не уважаешь её божественную вот эту составляющую, что через неё Бог действовал, когда ты был маленьким, то тогда ты не сможешь почувствовать такой спокойной, тёплой любви в отношении. Любовь всегда нужно будет очень трудно добиваться, её вызывать, как очень трудная, большая проблема будет в том, чтобы взаимную любовь, вот эту вот спокойную любовь в отношениях культивировать в семье. Это культивирование происходит в результате правильного отношения к матери. Ну то есть неважно, как через неё судьба действует, чти чистоту в ней, чистоту в ней, чти то, что в ней есть чистого, как бы, чти, и тогда у тебя будет в семье любовь. Какие у вас вопросы по отношению с родителем? Ну давайте вот женщины, да? Да? Микрофончик у нас будет сегодня? Микрофончик. Организаторы где у нас? Ну говорите, пока микрофон нет, они сейчас реагируют попозже. Впечатление нормально от меня осталось? Да, очень. Спасибо. Приучал сын к лекциям. Видите, как здорово. Видите, какой сын хороший. Нормально. Потому что она увидела ваши недостатки в себе. Вы похожи на неё просто. Точно. Вот. Ну, вроде так, ничего были отношения. Я пыталась нормально. Вроде так. То это хорошо, то плохо. Но вот последние три года она как будто вообще вот от меня отголилась. Она дошла на не здоровый. Так действует старость. Вы поймите, что... Моя? Вы поймите, что, когда человек стареет, на него судьба навалится всё сильнее и сильнее. Чем старше человек, тем сильнее судьба наваливается. Если человек не молится, он эту судьбу никак не меняет, то потом с возрастом он становится очень зажатый своей судьбой. И всё тяжёлое, что у неё в жизни было, оно скапливается и становится невыносимым. Поэтому она так себя ведёт просто от того, что она уже не может справляться со своей судьбой. Не надо на это обращать сильно большое внимание. Я уже недавно делала шаги. Я уже дешёл в больницу. Вы не надо к ней шаги делать. Вы ничего не умеют. Не сможете ничего поменять. Она не сможет никак к вам повернуться. У неё нет на это силы. Просто простите её, что так она... Я её простила. Всё. Ну и пускай она так себя ведёт, ничего страшного. Всё, вы можете... Ты думаешь, я неправильно садим. Нет, всё правильно. Просто если вы дальше туда пойдёте, будет ещё хуже. Потому что она не может изменить своё поведение. У меня нет на это силы внутри. Возраст такой. Влияние возраста такое. Всё. Вот так. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну давай, девушка сзади вас, он передает микрофончик. Вот, ага. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. У меня с мамой очень сложные конфликтные ситуации. Она строгая, очень такая принципиальная женщина, строгая. Да. В прошлый раз, когда приезжали, она задавала вам вопрос. Вы сказали, что она из вас тянет силы. И что очень... Я так сказал? Да, что она слишком много советует другим людям. Ну, потому что... А, я вспомнил эту женщину. Я вспомнил эту женщину. Это просто лекция. И сейчас я нахожусь в положении, она манипулирует очень сильно этим. И... Примите её, примите. Ну, прямо даже, можно сказать, члёк проклятия. Вот если ты не будешь... Вот вы в позапрошлой жизни таким же человеком были, как она. Представьте. Ну, вот я чувствую, что это сейчас вот сказывается. А стоит ли мне отстраняться? Потому что она звонит каждые 20 минут. Любит вас, значит. Чё она вот каждые 20 минут звонит, чё человеку, если ты его не любишь? Ну... Я вот кому не люблю, вообще не звоню. Не будет ли мы рядом, вот тоже так вот, говорить, когда всё не очень хорошо, мама, всё хорошо? Конечно, так и надо говорить. Понимаете, понимаете, отношения... Любовь — это всегда игра. Вот люди часто думают, что любовь — это надо вот честно сказать какую-нибудь ерунду близкому человеку. Честно зато. Это не любовь. Любовь — это игра. Да, допустим, у тебя не всё хорошо, ты говоришь, мам, всё хорошо, мама. Это значит, что я тебя люблю. Ну, и моего мужчину она тоже не принимает. Какого мужчину? Мужа, а не мужчину? Моего мужа. Ну, как? Ещё раз. Моего мужа. Мужа. Я так просто не могу сказать, потому что он не женится на меня. А вы старайтесь сказать. Потому что когда вы так начинаете ему говорить, ему что остаётся делать? Только жениться. Всё, выучили слово? Да, выучила. Всё. Сейчас всегда ему теперь так говорите. Олег Геннадьевич сказал, что я тебе мужа должна говорить. Ты мой муж. Всё. Потому что Бог соединяет людей, а не бумага. Послушайте меня внимательно. Три стадии побед над судьбой. Три стадии приближения к победе над судьбой. Первая стадия свекровь виновата. Вторая стадия моя судьба виновата. Третья стадия я виновата. А потом всё хорошо. Дальше начинается победа уже. Если она виновата, и вы, Олег Геннадьевич, подтвердили, что она плохая. Ну, вы подтвердили, понимаете? Ну, что я могу сделать теперь? Она точно плохая уже. Я не подтверждал ничего. Я считаю, что она хорошая. Вот. У неё очень темпераментный характер. Она такая активная очень женщина. Немножко поддавливает на всех. Вы должны держаться с ней такая, знаете, аккуратненько, тихонечко, как бы. Не обращать внимания. И спокойненько жить дальше. Но при этом не противоставать, не обижаться. Она не созла всё это делать. Она просто активная такая. Понятно. Ну, знаешь, бывает кони. Бывает кони вот стоят спокойно. Чё-то с ними делал, он стоит. А бывает копытом бьёт постоянно. Такой тыг-дыг-дыг-дыг даже на месте. Вот она такой конь. Да, когда она подходит, у меня просто ребёнок начинает толкаться. Ну, у неё такой характер. Она вот такая тыг-дыг-дыг-дыг. Ну, такая вот характера. Она такой вот. Лошадка такая, как бы, очень боевая, активная. У неё такая природа просто. Но у вас тоже такая природа была. Человек через один, понимаете. Вот женщина, она в одной жизни, у неё очень боевая природа, а в следующей жизни очень мягкая такая. А вы через жизнь, вот, в прошлой жизни вы были мужчиной, а до этого были вот такой же точно похожей боевой женщиной. Прямо на неё даже похоже. Полненькая такая вы были. Да, вы мою маму сейчас записываете. Ну, видите, ваша мама даже вам показала вас. То есть, это ваша природа. Благодарю. А вы сейчас вот такая вот спокойная, такая мягкая, нежная. Ну, у вас противоположная женская природа вам тоже сидит в вас внутри. Поэтому, как бы, не обвиняйте людей. Люди бывают с разным характером, темпераментом. Просто принимайте, учитесь принимать. И вам легче жить сразу там. Принимать это не значит, как бы, кровь свою пускать, как бы, подставлять жилы. Мучайте меня, вбивайте мне коле, как бы, в руки. Нет. Просто чуть-чуть подальше, поуважительнее, спокойнее и понять, почему так. Она зла не желает, она просто вот тык-тык-тык-тык такая вот. Всё. Душа моя заботливая. Молодая, зорная, поборотливая. Ну, давайте вот вы вот вдвоём, да. Про родителей вопрос. Мы с женой пришли, им предоставляется льгот. От задания вопроса. Спасибо большое, Евгений Геннадьевич. Вопрос сразу касается родителей, конечно, и вчерашнюю тему тоже. Очень страшно повторить судьбу своей мамы. Она пила и ушла от нас. Вы же не пьёте? Я нет. И я нет. Не обязательно повторять. Чего нам повторять? Зачем? Ну да, но сейчас, соответственно, я не делаю предложение, но она еще сделала предложение. Мне очень страшно. Вы? А ей страшно, да? Это нормально. Девушка очень всегда страшна, менять свою жизнь девушке очень трудно. Ну и чё? Ну вот, и я... Знаете, почему девушкам страшно, когда предложение делают? Потому что мужская природа сама по себе агрессивная очень. Сама энергия от мужчины идет очень сильно, агрессивная такая сильная энергия. И женщине ее терпеть очень сложно всегда. Поэтому она не думает, вытерплю или не вытерплю, вытерплю или не вытерплю. Она всегда боится об этом, женщина. Потому что мужчина такой... А женщине всегда, она же очень такая хрупкая по природе, ей очень трудно как бы принять мужика. Это все равно, что танк на тебя едет, надо принять. Это непросто. Поэтому нужно старшие, чтобы помогли. Вот. За вашей помощью, может быть, за вашей мудростью, посмотреть вообще... Он слишком быстро все хочет, да? Очень быстро. Пристает, да? Не соглашайтесь. Что делать? Вы должны привыкнуть сначала к нему. На это потребуется вам где-то месяца 4-5. Всяло привыкли к нему. И когда почувствовали, что все нормально, в сердце все улеглось, тогда соглашайтесь. Это первое. И ни за что никаких постелей. Ни за что. Просто очень твердой, как бы, подальше дистанции. Потому что если он вас в постели затащил, то он теряет интерес к вам. Охлаждается сразу. Он на меня смотрит, как на врага народа. Он вас любить будет сильно, если вы будете немножко показывать свою силу женскую. Чуть на дистанции держать. И вам надо понять четко, что очень важно женщине спокойно, без суеты понять человека. Если вы его поймете, спокойно бесует. И потом всю жизнь будете спокойно с ним жить. А сейчас просто вы в это настроение спешки входите, и вам становится жутко страшно. А потом вы его гнобить будете, если раньше времени за него замуж выйти, будете его мучить сами. Бежаться, злиться на него. Только потому, что он раньше времени все это сделал. Поэтому не торопитесь, примите. Вам надо 4-5 месяцев общаться, чтобы принять его. Вы его и так уже приняли прямо сейчас. Просто у вас не улыблось все внутри. Понимаете? Нужно временное. Вы сейчас уже приняли все. Я не буду вам сравнивать с остальными. Самый лучший вариант, который у вас был в жизни. Вы же это знаете. Все хорошо, хороший человек. Все отлично. Вы все приняли уже. Но все равно страшно. Внутри ничего не улеглось пока. Надо, чтобы улеглось. Спасибо. Все нормально. Общайтесь. Общайтесь больше. Не поцелуи вот это все наслаждение друг другом. Просто говорите о жизни. Как жить хотите? Учитесь жить. Обсуждайте жизнь. И тогда вы поймете лучше друг друга. Жить вместе не надо, потому что мы живем в разных странах. Надо жить рядышком, недалеко. Можно приехать, допустим, пожить где-то недалеко, пообщаться побольше. Нельзя жить в разных странах и создавать семью. Это неправильно. Кто-то переехать кому-то должен на время как-то. Хотя бы месяц-два пообщаться поближе. Ну вот мы сейчас общались два месяца и три месяца планируется в разных странах, что визы и все. То есть мы должны бы расписываться, чтобы визу сделать и уехать в другую страну жить. Не, не надо сейчас общайтесь. Вы не сможете. Вы сейчас распишетесь, у нас сойдете просто. Или не сойдете. Ну, есть вероятность. Большая вероятность, да. Поэтому еще три месяца подождите, а потом у вас уже поспокойнее будет. А насчет мамы не беспокойтесь, что вам повторять ее, чтобы вы сделали другой выбор в жизни. Зачем вам такая жизнь? Видите, я вам сказал, как муж и жена, да, вам сказал, даже так сказал. Это благоприятно очень, когда старше так говорят, что я вас так вижу. Значит, это очень хорошо, очень благоприятно. То есть не надо торопиться в эти вопросы. Только про старших спрашиваем, да? Ну, давайте вот женщины, хорошо. Да, вы, да. Давайте про старших не уводим тему в сторону, иначе у нас будет все размытое. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и всей вашей команде от всех, наверное, каждый раз здесь. У меня такой вопрос. Если вот папа у слова жизни иногда очень маленькая была, или как бы маленькая, воспоминания о сказе только добрый, хороший, но... Да, все нормально у вас, все хорошо, с папой все хорошо у вас. А у каждого слова мужская, ну, отец. Но у меня не было отца в жизни. Наставник тоже отец. Отцовская энергия идет не только через родного отца, а есть пять отцов. Наставник отец. Если благочестивый правитель, тоже отец. Священник, который ритуалы проводит, тоже отец. Можно получать счастье в отношениях с любым из них. Ну, и получать благословение через Бога тоже. Мои лекции слушаете? Да. Я как отец вам. Вот эти спасибо вам большое. Все, вот так и настройтесь. Не бойтесь, все, Бог вам даст свое благословение. Спасибо. Все благословения вам. Я тоже очень сильно отцовскую энергию получил от своего наставника. Очень сильно именно вот так. Такой путь у меня, например, произошел. Вы сами захватили его, да? По-мужски так, да? Но вы готовы меня быть слушать? Нет. Сначала я должен с вами выяснить отношения. Если человек захватывает микрофон, не факт, что он будет слушать. Потому что он слишком активную позицию занимает, несмиренным. Будете меня слушать? Да, конечно. Хорошо, вот спрашиваю. Вы сказали, что любовь в семье движется через правильное отношение к матери. А если отношения нарушены, может ли такая любовь движется через старшую сестру или тетю? Конечно, конечно, да. Конечно, да, однозначно. Может, тетя быть матерью. Иногда бывает так, что человека воспитывает сестра старшая, а не мать. Или тетя вообще, она является, понимаете? Мать — это не та, которая делает дела. Мать — это та, которая тебе дает... Мать тоже, которая делает, тоже мать. Надо ее уважать. Но если говорить о материнской энергии, то кто тебя воспитывал, тот твоя и мать. То есть сестра может воспитывать, и она матерью, или тетя может воспитывать, и она становится матерью. То есть материнская энергия передается через того, кто тебя воспитывал, давал тебе жизнь, силы. Знаете, вы услышали меня? Еще что-то есть уточнение какие-то или нет? Да, просто мне 30 лет назад и буквально только 5 лет назад отношения с матерью стали очень плохими. То есть было все в принципе... Но она вас воспитывала, да? Да, то есть воспитание это было родительское. Ну там, конечно, не... Есть причина на это, есть причина на то. Вот сейчас вы должны сейчас будете услышать мои слова. Я сказал, вы готовы меня услышать? Вот сейчас будет очень трудно вам... Вы приготовились? Да, конечно, я готов. Вы оскорбили свою мать, серьезно. И она сейчас не может с вами нормально относиться. Потому что вы должны раскаяться в этом оскорбении. Хотя она была по факту не права, но оскорблять мать нельзя никогда. Даже если она не права. Да, было дело. А? Было дело. Вам надо раскаяться. И сейчас из-за этого у вас идут трудности в отношениях женщин. Сто процентов. Они ведут себя или будут вести себя с вами очень жестоко. Женщины будут истелить рядом с вами вести себя очень жестко, плохо. Надо раскаяться перед матью. Понять, что мы не можем диктовать родителям свое. Это через них идет милость. Милость это то, что может идти, может не идти. Мы здесь не руководим процессом. Поэтому вы примите ее как старшую, что через нее идет милость. И она постепенно остынет. Сейчас у нее сильный жар внутри. Она просто вас рушит как личность. Нелогично совершенно. Просто все крушит на своем пути. Это из-за оскорблений. Через нее действует очень жесткая сила. Есть высшие существа, которые действуют через людей. Очень жестко могут действовать. И сейчас через нее такая сила жесткая очень действует. Это опасная, очень опасная ситуация. Она рушит вашу жизнь. Это силы. И даже микрофон выключился. Это знак такой, что вот так и есть. Это похоже я нажал. Ну понятно, что вы не просто так нажали. Я говорю про знаки. У меня еще есть младший брат и есть старшая сестра. У меня был период, буквально я приехал сюда в октябре месяца. И до этого, полгода назад, я прямо активно пытался двиться как бы по родню, по материнской линии. Все родины находятся ниже ногами. Я ел, как бы все детство проводил там. Сейчас не сможете с ними с отношенства. Это невозможно. Потому что, если вы оскорбление в сторону матери совершили, вся ее родня закрывается для вашей любви. Все. И плюс, так же невозможно с женой строить нормальные отношения. Такова сила как бы влияния вот этой энергии оскорбления старших. Это страшная вещь. Нужно раскаяться в том, что вы как бы судили ее. Потому что, еще раз повторяю, если мы сильно судим человека за неправильный поступок, мы потом сами точно так же будем делать. Поэтому вы просто раскаетесь в том, что вы как бы сильно вмешались в ее жизнь когда-то. То есть, это не ваше дело, там, что происходило. Вы должны сейчас раскаяться в этом, и вам вернется нормальная жизнь. То есть, вы сможете с нее родственниками отношений построить. Все. Ну, вернется в вашу жизнь, нормальная жизнь вернется. И женщины нормальные вам легче станет, и все прочее. Просто я вижу отношения, какие между матерью и моими как бы братьями. Ответьте, сейчас действует его захват микрофона. Я не хотел его спрашивать. Все, я понял. Я отдаю микрофон. Нет, не надо отдавать микрофон. Вы его уже взяли. Нам теперь придется страдать. Я понимаю, что я сделал ошибку, да, и... Вам не надо сейчас вмешиваться в те отношения, которые происходят. Вы путаете вашу жизнь с принципами и правилами. Жизнь выше правил. Жизнь означает уважение к старшим. Вы должны по-любому уважать старших, несмотря на то, что правила нарушаются. Если вы уважаете и не вмешиваетесь, то тогда Бог вас прощает. Если вы вмешиваетесь и не уважаете, вы получите то же самое в своей жизни, что они получили. И увидите себя в этой же ситуации. Вы фактически уже сейчас в этой ситуации находитесь. Полегче вам где-то, наверное, полгода назад. Ну, потому что вы уже где-то больше года слушаете лекции, работаете над собой. Понятно, что... У меня года, да. Ну, поэтому, как бы, все, у вас будет полегче, понятно. Вы сделайте то, что я вам сказал. Это очень сложно понять. Здесь логики нет. Просто раскаетесь за плохое поведение к матери отношения, и ваша жизнь станет лучше сразу. Потому что есть вещи, которые не объяснить. Объяснить невозможно. Понимаете? Точно так же невозможно объяснить, что такое жизнь. И как она дается человеку. Ваша мать выносила вас. Она вас... Она терпела. Когда она вас вынашивала, ей было очень трудно жить в это время. И тяжелое было время. Очень. Она это все перестрадала, выносила. Вас родила. Она вообще не хотела вас вынашивать. У нее были сомнения. Она думала, может мне аборт сделать. Потому что очень трудно это делать. И она выносила вас все равно. И родила. Потом она очень сильно заботилась, когда вы были ребенком. Понимаете? А сейчас вы ее начали осуждать. Помните про курицу? Как бы рассказывал про яйцо. Цыпленок вырос и начал на маму бросаться. Это вот сложилось как-то... Ну, я жил всегда отдельно, в принципе, самостоятельно. Но у меня был такой период очень тяжелый. И в семье подал где-то. И это вот как-то вот эти обстоятельства, они сложились. И то, что все как-то и отношения с родителями, с окружающими, с девушками. То есть, в принципе, никогда не ссорились, не ругались. А вот это обстоятельство моей личной жизни. Они как бы повлияли... То есть, я... Вы простите. Вы простите. Всем простите. И попросите прощения. Вы должны это делать сейчас. Для вашего будущего. Хотя бы для того, чтобы у вас будущее было хорошее, вы должны сейчас наладить отношения с матерью. Иначе ваше будущее будет разрушаться. У вас есть девушка? Нет, это нет. Почему? Ну... Я очень болезненно, можно сказать, пережил. Я как бы сделал ошибку в жизни. И я очень болезненно. Я как бы переживал ее очень долго. И в связи с этим, как бы ничего не получал от поживания. Нет, просто у вас нет возможности. Вот сейчас вы познакомитесь с девушкой, с любой. Она будет вам мозги выносить сразу. Я слышал детство ваше, я попрос. А девушки знаете, почему смеются? Я без шуток, серьезно. Я тоже без шуток. Знаете, почему девушки смеются? Почувствую, надо. Нет. Они смеются, потому что вы не сможете. Если Бог действует через женщину, ее силу вот эту вот никто не вынесет никогда. Никто не может победить, когда женщина как бы разъярена. Никто победить это не может никогда. Это непобеждаемо. Она даже сама себя не может в это время победить. Мне там помогают. Идет сопровождение. Слышали меня, нет? Да, есть. Поэтому Бог никого вам не дает пока, чтобы вы еще раз в стресс такой тяжелый не попали. Чтобы вы еще от того не вышли. Все, давайте раскаивайтесь перед вами. Вам все, у вас все получится потом, лучше будет. Спасибо, что мы с вами поговорили. Это важно очень. Потому что мы раскрыли тему с вами. Я думаю, что раз мы тему раскрыли, давайте двигаться дальше, потому что у нас еще есть другие темы. Итак, последнее, что я хотел сказать. Если человек понимает, что если он не простил своих родителей или не прощен своими родителями, то не нужно рассчитывать на счастливую семейную жизнь. Без благословения свыше счастья не бывает. Поэтому сначала выясните, разберитесь с родителями, хотя бы формально получите благословение. Пускай они почувствуют, что вы не против них, пускай они почувствуют, что вы хорошо к ним относитесь, пускай у них сердце отпустит. Если это произойдет, тогда дальше уже все будет нормально. Иначе будет сверху закрыта система, понимаете? Сверху замочек будет висеть, ничего в жизни не будет. А? И своим, и близким. Ну давайте микрофон, ничего не слушаю. Что она говорит? Тема серьезная такая, животрепещущая, никто не может сдерживаться. Уже начали говорить прямо из зала. Девушка вот переживает сильно. Я прошу меня извините, конечно, просто так как закрыта тема, для меня осталось непонятно, а если почивы родите, то есть у меня нет у отца, и уже достаточно давно. Отец есть же, правда? Ушел из жизни. Он есть при этом, он живой. Человек не умирает, человек не может умереть. Можете, вы прямо сейчас с ним связаны. Я через вас сейчас вижу его, чувствую, вашего отца. Он живой, человек не может умереть. Если бы вы это знали, вы бы тоже лучше чувствовали. У вас очень добрый отец. У него очень такой добрый, спокойный темперамент. Такой, в отличие от вас. То есть я могу сейчас раскаяться, да, и молиться? Да, и все, он простит вам. Между вами очень такая тяжелая связь осталась до сих пор. Вам надо раскаяться в молитве, он примет вас. Ему жалко сейчас вас, что так у вас в жизни все происходит, потому что вы не можете понять, что люди не умирают. Они остаются живыми. Просто грубое тело уходит, а связь остается, и человек остается. Но его не почувствуешь, если ты не примешь это. Если ты не понимаешь, что люди живые остаются, они никуда не деваются. Тогда ты его и не почувствуешь, своего близкого человека. Вот сейчас вы его начали чувствовать, своего отца. Так или нет? Потому что это как бы вы узнали о том, что он жив. Все, раскаивайтесь перед ним, он ждет уже давно, когда вы это сделаете. Чтобы у вас жизнь наладилась. Потому что сейчас она не лаживается, у вас с мужским началом большие проблемы в отношении. Вы не переносите мужчин, вам очень тяжело с ним рядом находиться. Они как бы вас ломают или вы их ломаете. Ну то есть конфликт идет у вас с мужским началом через отца. Раскаивайтесь, и не будет никакого конфликта. Мужское начало с вами будет соприкасаться хорошо, по-доброму. Спасибо. Какая молитва? Ваша молитва, в вашей вере. Неважно какая молитва. Молитва не имеет само значения. Имеет значение, что ты просто Богу служишь. У тебя сердце от этого служения очищается. Часто люди думают, что только какая-то молитва поможет, а другая не поможет. Молитва означает любовь Богу просто. Любите Бога с помощью молитвы. И ваше сердце очистится, и Бог вам там будет исправлять все, где нужно. Не то, что вы направляете молитву в какую-то сторону, потому что вы эту читаете, то получается, эту, то получается. Так не надо думать. Просто любите Бога, ничего не просите от Него. А все ваши проблемы будут сами исправляться. Если вы хотите исправить проблему, вы Бога туда не пускаете. А если вы просто его любите, он сам все исправляет. Услышали там сзади, кто кричал? Хорошо. Теперь с детьми. Что отец? Ну давайте еще один раз. Невозможно подчиняться и невозможно принять, это разные вещи. Вот девушка, например. Извините. Нормально. Невозможность принять. У вас муж есть? Да. Отца мужа невозможно принять. Не надо принимать, надо уважать. Это разные вещи. Я не могу. Молитесь. У вас такое отторжение просто, когда даже на физиал, на физическом. Не буду говорить вам последствий, не хочу об этом говорить. Вам надо молиться, чтобы простить его и уважать. Как старший. То есть через молитву все придет? Конечно. У вас просто нет на это силы. То есть у меня нет силы, допустим, что-то поднять. Я помолился, у меня появилась сила, я поднял. У вас просто нет силы на это все. Я чувствую, что-то меня разрушает. Да, ваша судьба. Не хочу говорить, что может быть из-за этого. Это очень печально. Но надо сейчас обязательно понять, что не обязательно принимать поступки человека. Нужно просто научиться его уважать как старшего. Уважение старшего – это означает божественно природу уважать в человеке, а не его поведение. Понимаете? Узнайте у своего мужа, что он хорошего для него сделал. Поговорите об этом, чтобы он вам рассказал, что хорошего отец для него сделал в жизни. Когда вы об этом узнаете, вы через это молитесь, настраивайтесь на это, и вы успокоитесь. А в будущем привелось такое отражение, что как-то физически чувствуешь вероятки, клетки. Не хочу вам говорить. Это ваша судьба. Это скошло, да? Ваш поступок определенный, очень жесткий поступок, нехороший, который сделал такой результат. То есть здесь я должна положить, так сказать, хороший конец этому? Да, однозначно, иначе дальше разрушаться будет ваша жизнь через эту вот вещь будет разрушаться. Запомните, если у вас какому-то из родственников, вашему или вашего мужа, или вашей жены, есть очень жесткая позиция, непримиримая, и очень сильно от вас от этого трясет, это значит, что ваша семья в опасности. Когда вы эту позицию уберете из своей жизни, успокоитесь, простите человеку, тогда ваша семья в безопасности. Запомнили? Всегда по отношению к родственникам идет сигнал о том, что есть где-то дальше плохая судьба у тебя в жизни. Через отношение к родственникам есть сигнал, что там есть опасность, разрушение семьи, будь осторожен. СОС. То же самое касается, значит, отношения моего мужа к моему ребенку, которого он не принимает. Да вот, уже свершилось. Ну что ж ты будешь делать, а? Ну, изначально он не принимал моего ребенка. Моя хорошая. Простите его отцу. Он не может принять моего ребенка? Простите его отцу, и отец будет прощен. Спасибо вам огромное за ваше терпение и любовь, которым вы подарили нам ваши знания. Беленький не стал выдергиваться. Желтенький означает знание. Цветочек. Я сам. Я люблю кидаться. Все, про с детьми отношения. Все, мои хорошие. Не успеем. Время мало осталось. Первое, что нужно понять, это то, что нет ничего сложного в воспитании детей. Сложность только в том, что они несут судьбу, нашу судьбу через себя, и эту судьбу трудно переваривать. Потому что, если тяжело переваривать судьбу, которая идет через мужа, то еще тяжелее судьбу переваривать, которая идет через детей. Потому что привязанность к детям сильнее, чем к мужу или к жене. Чем сильнее привязанность, тем тяжелее судьба. И все начинается очень прекрасно. Понимаете, сначала, когда ребенок рождается, через него никакая плохая судьба не идет. Через него видно только чистоту. Когда ребенку смотришь на него, маленький грудной ребенок, от него только чистота исходит. Никакой судьбы плохой не идет. И ты сразу думаешь, о, классно. У меня теперь всю жизнь будет со мной только чистота. Этот ребенок мне ничего плохого не принесет. Он только счастье мне будет дарить. И сразу такое четкое ощущение возникает. Потом дальше ребенок начинает развиваться. И постепенно через него начинает действовать уже ваша судьба. И она приносит подарки свои. Особенно, когда происходит половое созревание у ребенка. Эти подарки очень трудноперевариваемые, понимаете. Сам по себе ребенок, он нормально. С ним нет сложности, понимаете. Потому что если ты по-доброму к ребенку относишься, то он будет все понимать, он будет всему учиться. Потому что единственный способ его научить — это просто любовь. И все. Первый этап принятия — это когда ребенок начинает видеть божественное в родителях, осознанно. То есть он чувствует, что папа или мама — это хорошие люди, хороший человек. Я верю в своих родителей. Второе — это слушание. То есть когда вы правильно говорите ребенку все, переварив свою судьбу, которая через него действует. Ну, допустим, он получил двойку. Это ваша судьба через него действует. Вы говорите, ах ты, гад, ты получил двойку, иди вставай в угол. Это значит, что вы разрушаете его разум в это время. Его разум будет от этого больным, от таких слов. Надо переварить свою судьбу сначала, успокоиться. Принять двойку в сердце, что это твоя судьба, успокоиться. И потом уже начать разговор с ребенком. Узнавать, изучать, почему он получил двойку. Есть много разных вариантов, которые вы не подозреваете. Например, первый вариант. Это вообще не его предмет, и не надо его туда пихать. Он никогда, во-первых, его не выучит. Потому что ребенок развивается, как гора растет. Есть центральная часть, верхушка у горы. Она всегда будет развиваться быстрее. Чем выше гора, тем больше на склонах земли. Шире она. Чем выше гора, тем шире. Не бывает, что высокая гора и узкая вот такая. Она всегда шире. Понимаете, большая гора шире. Это значит, что если, допустим, цветочек по природе, допустим, белый, ваш ребенок, то, допустим, он литературу будет усваивать лучше всего. И вы туда вкладываете больше всего силы. То есть он должен по литературе, как бы там вкладывайтесь в литературу. А по математике он никогда не сможет быть специалистом. У него другая природа. Природа человека не меняется. Это значит, что если он литературу сильно будет изучать, он захватит все, и математику в том числе. Но чем дальше от его природы, тем меньше он там будет понимать. В жизни. Понятна система? Но если вы хотите от него счастья, а не любви ему давать, будет все наоборот. Вы скажете, нет, мне не нужна одна литература, я хочу, чтобы одни пятерки были. Потому что мне от этого кайф. Преподаватели хвалят. Я горжусь своим ребенком. У него аттестат классный. Потом хороший, престижный вуз дальше идет. Супер вообще. И мне очень классно. Как его судьба будет при этом действовать не по барабану? Мне главное, чтобы не был кайф от него. А кайф от знать, что он такой развитый, хороший человек. У него все отметки хорошие и все прочее. Дальше. Какой результат? А он вообще не знает потом, чем ему в жизни заниматься. Вы ему верхушку горы срезали, горы никакой нет. Все, есть плоскогория. Человек вообще, человек вроде все знает, все умеет, но чем заниматься нет, потому что нет верхушки. У него нет интереса к жизни. Ему срезали верхушку. Чувствуете, нет причины. Потому что мы хотим наслаждаться своими детьми, а не хотим им пользы. Для того, чтобы им пользу привести, нужно просто разобраться, что происходит. Вот он получил двойку. А может быть это знак. Есть разные варианты, почему человек двойку получил. Например, один вариант очень опасный. Называется тяжелый астрологический период. Вот ребенок учился нормально, потом бац, два, два, два. И вы его спрашиваете, мой хороший, ты простили, все, успокоились. Ты что двойку получил? Мама, что-то ничего не могу учить. У меня в голову ничего не лезет. И у меня какое-то напряжение внутри. Он объясняет, что с ним происходит. И мама говорит, ничего не хочу знать, должен приносить пятерку. Дальше может быть психушка. То есть ребенок, если вы ничего не хотите знать, замечательно. Ребенок напрягается, он же не понимает, как жизнь течет. У него нет разума. Он просто сверит маме. Мама сказала пятерку, значит пятерку, он начинает, у него мозги кипят. Потом психика ломается, он попадает в психбольницу и оттуда уже не возвращается. Если человек психическое заболевание в раннем детском возрасте получил, очень трудно потом избавиться от него за всю жизнь. Классное поведение мамы. А я вам рассказываю реальные случаи жизни. Только в этом случае, в который я сейчас вам описываю ребенку, сохранили здоровье психическое. Не дали возможности, потому что вовремя поняли, что происходит. Но все учителя были против. Они говорили, что этот ребенок, он из-за неправильного общения получает двойки, а не из-за того, что у него там какие-то трудности в периоде. Вообще таких периодов не бывает, все должны хорошо учиться. У учителей такое было мнение. Замечательно. Следующая причина, почему он получил двойку, она заключается в том, что он обижен на преподавателя, а преподаватель ведет себя плохо, допустим. Он грубит с детьми. И ребенок обиделся, и он не хочет его предмет изучать. Потому что у него нет вдохновения. И самая одна из немногочисленных причин, почему он получил двойку, это потому что он просто шалит. Такое тоже может быть. Он просто не хочет учиться, он шалит. Ну ничего, пусть шалит, какая разница. Он же ребенок просто. Вы поймите, какие бы причины ни были, вы просто можете с ним по-доброму поговорить. Потому что когда вы по-доброму говорите, первая стадия, он начинает уважать вас как человека. Вторая стадия, он начинает вас слышать, то, что вы говорите, потому что если вы на него злитесь, он никогда не услышит. И третья стадия, он начинает слушаться. Слушаться означает сильно слушать. У меня в детстве был один такой случай необычный, который меня на размышления очень серьезные навел. это когда я смотрел фильм, детский фильм, и услышал песню одну. Рлан Быков пел песню. Я после этой песни побежал, у нас в Тольятти было водохранилище, в Орске сейчас есть, и я начал смотреть на воду. И увидел вот эту глубину воды, вот эту чистоту, силу воды, увидел через эту песню, потому что я очень услышал этот добрый голос, и через этот добрый голос мне пришло знание о том, что такое вода. Хотя, может быть, он сам, Рлан Быков этого знания не имеет. Он просто по-доброму преподнес то, что написал писатель. Давайте послушаем. Море существует, чего? Море существует, того, чтобы наглядеть, не наглядеться. На красоты вечные воды. Я думаю, что вот для чего в море существует, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечными. Я побежал на водохранилище, начал смотреть. Смотрел, смотрел, смотрел. Смотрел, не могу наглядеться. Я почувствовал величие стихии воды, почувствовал, как она успокаивает, как она меня лечит и так далее. Классно. Так надо, я вам просто как пример показал, как с детьми надо общаться. Ну, то есть образование детей означает вот эта доброта. Если вы хотите как-то по-другому, у вас ничего не получится, потому что только через любовь можно давать человеку знания. Наказать хотите, накажите. Наказывать ребёнка очень просто. Надо просто лишать его свободы или не разговаривать с ним. Мальчика нужно, можно бить по попе. То есть насилие над мальчиком надо совершать, потому что мужчина понимает только действие. Надо ему показать, что как бы, ну... Ну, понимаете, когда мальчику объясняют, вот так делать не надо. Ну, знаете, в это время о чём думают? Наказывать будут или нет? Если будут, то соглашаюсь. Если не будут, то не соглашаюсь. Любого возраста. Не, ну после полового созревания уже нельзя воспитывать, там, наказывать ребёнка. Может, с ним только договариваться. После полового созревания только договариваться. А два с половиной года тоже нельзя. До пяти лет нельзя наказывать мальчика, потому что он ещё не мальчик. Он ещё под влиянием прошлой жизни находится. И вы можете видеть, что маленький мальчик до пяти лет, он как девочка себя ведёт. У него ещё нет мужского начала, она не артилизировалась с ним. Он кнычит, капризничает. Если он в прошлой жизни был мужчиной, тогда он опять рожается мальчиком. Он с детства самого ведёт себя как мальчик. Он очень такой настойчивый, смелый, храбрый. Всех лупит там в три года. Но чаще всего мальчики бывают девочками в прошлой жизни. И поэтому он мальчик, вроде он мальчик, но идёт себя как девочка. То есть он плачет, хнычит, всего боится, капризничает. А потом, только после пяти лет, он начинает понимать, что он в мужском теле оказался. И начинает уже всех мучить, бегать, прыгать, шалить и так далее. Мальчик, мальчик, значит, он будет... И он всех мучает, такой уже... Надо наказывать, по попе бить уже. Потому что, если мальчика бить по попе, он как бы понимает, что... Ну, к нему знание входит в сердце. Ну, то есть он только через действия мальчик понимает. Тоже, допустим, мужу там говорите, «Так, пожалуйста, не делай себя, не веди, это очень плохо. Я могу как бы даже уйти от тебя». Если вы мужику такое говорите, это он, ну, как бы, ему эти слова вообще вот не олёт. Просто лучше, ну, на один день к маме уйди, скажи, я на тебя ушла на один день за такое поведение. До него сразу дойдёт, что она, может, на один день ушла, может, и на больше уйти потом. И тогда он будет думать, что дальше делать. Но если вы мужчине просто его словами кормите, это всё бесполезно. Он не воспринимает. Мужская природа слова не воспринимает женщину, только поступки. Действия совершайте, он поймёт. Слова бесполезны. У девочек всё наоборот. То есть никогда не совершайте действия при воспитании девочки. Только слова. Надо ей всё объяснять, рассказывать. А действиями можно её пугать. Сказать, ну, мой хороший, я вот тогда, что мне остаётся делать, ты так себя ведёшь. По-доброму с ней разговаривайте. Она всё будет понимать, принимать. Есть только два действия по отношению к девочке. Это не разговаривать с ней и лишать свободы. Ну, допустим, запирать дома там и так далее. Но если вы совершаете насилие словами, то есть со злобой с ней говорите, у неё рушится психика. Она становится очень чувствительной, капризной, истеричной там и так далее. Исправляете ситуацию? Нет, всегда всё можно исправить. Всё исправляется в этом мире. Поэтому вот это надо чётко понять. И надо понять, что воспитание ребёнка означает правильная жизнь родителей. Ну, допустим, приведу пример, то, что я видел в жизни. Если вы, допустим, при ребёнке не ругаетесь матом, а ругаетесь матом на работе, то тогда ребёнок дома тоже не будет ругаться матом. Он ругаться матом будет на улице. Ну, то есть ребёнок буквально в смысле перенимает психику родителей, причём идёт принт, понимаете? То есть он просто всасывает её всю и копирует. Сказали вы о чём-то, не сказали. Вы так себя вели при нём или не вели. То есть где бы вы так себя не вели, где бы вы так ни говорили, это всё в него всасывается, потому что вы рядом с ним находитесь. Поэтому воспитание означает просто правильная жизнь. Поэтому люди должны раньше начать правильную жизнь, а потом детей заводить. Но если не получилось так, хотя бы сейчас начните, потому что никогда не поздно всё поменять. Субтитры подогнал «Симон»